Персонально ваш сегодня политтехнолог Андрей Патылицын. Андрей, добрый день. Добрый день. Давно вас не было у нас в эфире. Друзья, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. СМС, сообщения и сообщения в Телеграме мы тоже принимаем. Плюс 7 927 304 10 51. Пожалуйста, присылайте свои вопросы. Если у нас останется время, мы обязательно на них ответим. Также трансляции в Facebook и на YouTube ведутся. Можете писать там, подписываться на наш YouTube-канал. Там довольно много эксклюзива появляется. Практически каждый день мы стараемся выкладывать туда что-то интересное для вас. Андрей, ну, конечно же, пока с той самой встречи с вами в эфире Москвы и в Уфе произошло довольно много в республике. Конечно же, это в первую очередь эскалация конфликта вокруг Шихана Куштау. Давайте прямо оттуда и начнем. Добрый день. Вот как вы относитесь к тому, что происходило на Шихане Куштау, начиная с 9 августа, когда прошел первый крупномасштабный многотысячный флешмоб, ну, и дальше там. Я не перестаю удивляться тому стечению обстоятельств, свидетелями которого мы стали. То есть, вот как все это развивалось, к чему это все пришло на данный момент. Я не перестаю удивляться ни дальновидности властей, ни способности просчитать какие-то варианты. Мы все еще до конца не разобрались в сути событий, кто там действовал по собственному усмотрению, кто... Ну, сейчас все, естественно, валят друг на друга. Сейчас есть такая тенденция во всем обвинить БСК, что это, в общем-то, их творчество и прочее. Но там много несостыковок и много моментов, которые не ложатся в эту версию. То есть, хотя бы взять тот же самый ОМОН присланный и так далее. И участие во всем этом высокопоставленных чиновников башкирских, которые никакого отношения до Юра не имеют к БСК. Я имею в виду там Бодранова, который там лично в камуфляжной форме присутствовал. Значит, на стороне этих боевиков я имею в виду главой Шамбайского района. Ну, повторюсь, у меня ощущение какой-то некоторой нереальности в том смысле, что закончилась эта история совершенно нетипична для современной России. Закончилась она в пользу тех, кто протестовал против чего-то, чего у нас практически уже давно не случалось, да, то есть победой тех, кто чего-то требует. Так что, ну, нам еще предстоит осмыслить, я думаю, многие процессы, которые там были внутри этого всего, и определить там роли участия этого всего, потому что сейчас идет массовая такая манипуляция и, на мой взгляд, мистификация всего вот этого процесса, да, то есть тут уже и Хабиров стал возглавлять этот протест, тут уже, оказывается, и многие чиновники были против разработки горы, теперь уже выяснилось это. Ну, в общем, это довольно смешно, но это тоже симптоматично, ну, как известно, у Победы масса родни, да, только поражение сирота, то есть тут у нас удивительная история, у нас вообще нет проигравших теперь здесь, да, кроме БСК, наверное. Ну, как же, мне кажется, проигравших мы увидим в будущем, вот как вы считаете? Безусловно, да, то есть вот то, что сейчас случилось буквально на прошлой неделе, то, что касается и сегодня, и на этой неделе, то, что касается вот этих вот действий, которые последовали вслед за, там, указанием Путина, я имею в виду действий Генпрокуратуры, Следственного комитета и так далее, да, то есть, и вот эти вот догонялки с паровозами, которые устроил, там, Ради Фаридович, вот буквально ночью, там, когда он сообщил, что он тоже, он тоже чего-то хочет получить, все вот это, да, наверное, даст нам в ближайшее время какие-то события каких-то, значит, обвиняемых, подсудимых, там, и так далее, и так далее, то есть, ну, все зависит будет от того, что власти хотят получить в конечном итоге и в какой форме, то есть, имеется в виду, вот как эти активы будут теперь передаваться из рук руки. Вот это очень важно. Пока ясности с этим нет, то есть, мы даже не понимаем, федеральная власть забирает под свою собственность эти активы, или республиканской власти что-то достанется, или они будут делить как-то там в какой-то пропорции. То есть, вот это выступление Ради Хабирова, буквально вчера, когда он записал видеообращение, это вы считаете, как попытка, не знаю, забрать все эти активы обратно в Башкирию, или напомнить в очередной раз, что это нам предотвратит? Это очевидно так и звучит, то есть, там, по-моему, разночтение быть не может. Хабиров твердо заявил, что сода всегда принадлежала Башкирии, и у него даже имеются о том доказательства. Вот, и он готов кому-нибудь это все доказать, да, тем, кто захочет, чтобы ему доказали. Но Генеральной прокуратуре ничего доказывать, как известно, не надо. Она и сама умеет чего угодно доказывать в любую сторону причем. Соответственно, ну, я вот консультировался с экспертами по государственной собственности, и резюме там довольно-таки такое странное, в том смысле, что документы и условия вот на эту собственность на предприятия Башкирии, ну, условно говоря, по состоянию 91-93-х годов, да, были так смутно составлены, что, в принципе, можно их трактовать как в одну сторону, так и в другую сторону. То есть, вот, то, что было там с Башнефтью, примерно то же самое может случиться с содой, если таковая воля со стороны, там, федеральных органов будет проявлена. И, ну, как говорят эксперты по государственной собственности, они говорят, что, ну, легко и просто можно объявить все эти акции федеральной собственности и забрать под управление, значит, федералов. То есть, ну, наверное, надо думать, как к этому относиться. Лично я отношусь к этому положительно, на самом деле. Скажите, вот этот некий назревающий, что ли, конфликт между Росимуществом и правительством Республики Башкортостан, выльется ли он во что-то большее, как вы считаете, в конфликт федеральных, региональных органов власти? И вообще, к чему это может привести? Ну, безусловно, нет, конечно. То есть, эти, даже если будет какое-то, ну, непонимание, так назовем это, или разночтение, или различные мнения о судьбе вот этого, значит, комплекса собственности, все эти непонимания и разночтения будут решаться кулуарно, и никакого конфликта в публичном пространстве не будет, потому что, ну, по определению у нас губернатор и чиновники регионального масштаба не вправе вообще конфликтовать с федеральными органами власти. То есть, ну, это так устроено сейчас, вот это, значит, взаимодействие, взаимодействие, соответственно, конечно, они не будут говорить, что, там, отдайте нам, это наше, это не ваше. То есть, вот так звучать это не будет. То есть, Хабиров сейчас с запозданием, видимо, вот, ну, плохо работает юридическая служба, Азад Галин, видимо, продолжает ловить рыбу, значит, в каком-либо состоянии, и не исполняет своих обязанностей, и в том смысле, что поздновато он заявил вот эту историю, что, типа, а мы тоже считаем, что это наше. То есть, выглядело это примерно так, ну, там, и как бы с точки зрения, то есть, вот, хронология, это уже ошибка, да, ну, и с точки зрения противоречия федеральной заявке, потому что Генеральная прокуратура четко сформулировала, что, по мнению Генеральной прокуратуры, были нарушены интересы имущественного комплекса Российской Федерации. Вот. То есть, это было четко, дано, давалось понять, что, ну, Российская Федерация претендует на имущество, которое вот сейчас вот оспаривается. Ну, получается, до этого, когда Ради Хабиров все-таки не соглашался с ЭКО-защитниками, долгое время, да, он хотел все-таки отдать Шахан Куштау разработку, тогда это тоже было санкционировано федеральными органами власти? Нет, тут есть один интересный казус. Значит, разница между до и после, вот событий на Куштау, которые явились вот переломным моментом, заключена в том, насколько внимательно и пристально федеральные власти обращали внимание на эту ситуацию. То есть, до того, это была прерогатива внутренней, значит, какого-то решения здесь на территории Башкирии, ну, и примерно звучало так. Вот у вас есть крупные предприятия, вот у вас есть регион, у вас есть региональная власть, разбирайтесь. Ну, то есть, находите решение. То есть, всем казалось, что решение найдено. Хабиров заявил, что оно найдено, и Куштау отдадим, завод в обиду не дадим. То есть, это была совершенно категорическая позиция. Мы ее все слышали, видели, там, на видео это все есть, да. Значит, потом случилось вот это, значит, то, что случилось на горе. Это все дошло до федеральных, значит, властей. И реакция ведь была вовсе не на конфликт между, там, БСК и защитниками Куштау. А реакция была на беспорядки, которые случились на горе, и которые, ну, могли и грозили перерасти в нечто большее. Ну, собственно, они переросли в нечто большее с точки зрения, ну, вот, внутренней атмосферы внутри региона. А вы не считаете, что им позволили перерасти? Мне кажется... Нет, кто позволил, федералы или местные власти? Это к вам вопрос. Ну, вот нет, тут... Нет, еще раз повторю. Вот до момента, когда это случилось, федералы никакого участия в этом не принимали. То есть, вот только последней каплей было, когда уже там вот... Уже вот назревало вот это столкновение многотысячных двух сторон. И, ну, здравый смысл в кремлевских кабинетах подсказал поднять трубку, позвонить и сказать, ради Фаридовича, одевайте, что у вас есть под рукой, и неситесь туда на гору. Потому что у вас сейчас там побои еще случатся. А это потом, если бы были какие-то жертвы, не дай бог, человеческие, ну, или какой-то массовый вот этот беспорядок, то это бы дальше началась бы эскалация этой ситуации. То есть, начались бы разбирательства, кто кого, чего, на каком основании там и так далее, и так далее, и тут бы эти все группы начали бы уже цементироваться иначе совершенно. Вот. И вот в этот момент вступила в игру федеральная власть. А потом, когда Хабиров, ну, мучительно искал выход, что делать, как быть, да, то есть, он уже поменял, значит, точку зрения, он заявил, что там не отдадим Куштаву, ну, а решение-то какое? То есть, что делать дальше, значит, с предприятием и прочее, у него не было этого решения. И тут вот эта светлая мысль посетила, ну, вероятнее всего, его, конечно, наверное, как вариант было с его стороны предложено, хотя, наверное, может быть, кто-то и из Москвы подсказал, сказали, а давайте лучше отберем БСК. Ну, и вообще разрубим этот Гордеев узел, да, вот сразу одним ударом, то есть, и вот, ну, то есть, когда оно будет государственным, оно точно не будет себя вести как-то иначе. Но об этом сам Ради Хабиров и говорил, в принципе, да? Ну, важно, что он говорил потом, после. То есть, когда, ведь до столкновения на Куштаву БСК была прекрасной организацией, которая огромные деньги тратила на социальные нужды, население, гигантские дивиденды платила, из-за которых тут в усмерть, в кровь бился лицом об стол вот в этой студии Мурзагула, значит, который рассказывал, как он не позволит и всех пересажает и прочее, и вдруг поменялось. То есть, надо понимать, что было до и что стало после. Ну, вот, кстати, Ростислав Мурзагулов, раз уж вы затронули это имя... Это имя, да. ...этого человека вместе с его именем. Да-да-да. Хорошо. Он опубликовал уже после заявления, я, если не ошибаюсь, конечно, да, вот после того, как, в принципе, власти Башкирии начали говорить о том, что Шихан Куштаву нужно, конечно же, защищать, и БСК нужно, конечно же, выкупать, там еще разговоры об этом шли, Мурзагулов опубликовал пост о том, что он, кажется, все равно там, да, считает, что нужно гору разрабатывать. Вот это как? Это он пошел на перерез государственной политической идеологии? Ну, нет, я думаю, что он просто в тот момент там так все быстро менялось, что он еще не успел уловить там линию партии, потому что он буквально... Ну, у него остаточные явления у него сохранились до сих пор, то есть там, видимо, обстиненция не проходит быстро и окончательно, и он сегодня только вот в соцсетях рассуждал о том, что все равно там были экстремисты, террористы, там какие-то, значит, и прочие ваххабисты, значит, они были на горе, и вот он все равно стоит на этой точке зрения. Но это было бы все мило и забавно, если бы он не был вот начальником этого всего нашего информационного блока, если бы он не влиял на всю эту информационную политику, ну, он был бы частным лицом, но мало ли на свете, как говорится, людей с неуравновешенной психикой и логикой. Но, к сожалению, это вот так. Это, конечно, недопустимо вообще. А скажите, репутация Ростислава Мурзагулова в глазах ради Хабирова после этого всего упала, как вы думаете? Я затрудняюсь давать оценку тому, каким видит Мурзагулова Хабиров. Вот для меня это большая зонетка. Своим. Да. Ну, своим-то, да. Своим, да. Свои это у него достаточно такая уже наработанная такая категория людей, но все равно каждый человек уникален. То есть вот он видит там Ахмадинурова, он видит Мурзагулова, всех вот этих вот разных своих друзей, своих и своих, не своих. Он им какую-то оценку дает. Я затрудняюсь сказать, потому что на самом деле человека, который наносит больше, наверное, вреда имиджу Хабирова, чем Мурзагулов, наверное, поискать сложно. Потому что если до недавнего времени он был каким-то демпфером, то есть где-то немножко сглаживал, что-то они там шутили, дурака валяли, на это все обращали внимание, немножко уходило внимание от каких-то ошибок власти, то сейчас Мурзагулов абсолютно как бы идентифицируется вместе с Хабировым. То есть то, что говорит Мурзагулов, то, что делает Мурзагулов, это фактически то, что делает Хабиров. Но он частенько вообще от его имени выступал. Было такое там, вот шеф сказал шеф, то шеф, это, то есть и теперь уже он, конечно, несет огромный вред Хабирову. Вот смотрите, такая мысль пришла. Вы сказали, что если бы начали жестко подавлять протест на Куштау, то это бы вылилось во что-то большее. Но мы все помним события в Москве прошлым летом. Жестко подавили и все. Разные форматы, разные группы и разные силы. То есть это абсолютно нельзя сравнивать. Во-первых, интеллигенция и университетская молодежь на улицах Москвы с наушниками, айфончиками в ушах. И во-вторых, такие крепкие деревенские ребята, которые готовы за себя постоять на склонах к Куштау. Это разные силы. Потом вопрос вот этой вот внутренней правды, он тоже очень разный. Потому что протест в Москве был в определенном смысле абстрактным. Он был против несправедливости вот такой вот вселенской. То есть неправильные выборы, неправильное решение, неправильные документы оформлены, еще что-то. Здесь абсолютно конкретный протест, конкретное требование, конкретный объект защиты. Вот эта гора, родина, место происхождения. То есть я думаю, что градус был бы иной. И здесь ситуация еще усугубляется тем, что пошли эти разговоры о том, что везут ОМОН из Магнитогорска, еще каких-то солдат на грузовиках. То есть много было очень слухов. И это тоже очень, я вот отслеживал очень внимательно, что обсуждалось, писалось буквально онлайн в этот момент. Это вызывало очень такую внутреннюю агрессию у защитников. То есть они, ну это что-то было такое похоже на какие-то гражданские столкновения. То есть когда подавляют население. То есть это была немножко другая картина, чем в Москве. И я думаю, что правильно сделали, что вот в последний момент развели, разделили, там неважно, чем пожертвовали, там репутации Хабирова пожертвовали, еще чем-то пожертвовали. Но это важно, что не допустили физического столкновения, каких-то потерь, каких-то травм. А вот, кстати, что касается репутации рейтинга Хабирова, ради Хабирова действительно пожертвовали? То есть он упал, этот рейтинг? Или наоборот, сейчас ради Хабирова в глазах, так сказать, обычного народа выглядит каким-то спасителем, героем, правда, переобувшимся очень быстро? Ну, давайте так, с житейской точки зрения, конечно, поведение Хабирова было достаточно таким, ну, прямо скажем, наверное, неприличным, да? То есть вот так быстро менять точку зрения для лидера республики, для как бы политика, крупного политика там, ну, как бы там ни было, все равно он губернатор, это достаточная величина, да? Менять позицию свою, причем по конкретному вопросу, связанному с какими-то конкретными хозяйственными процессами, деньгами и прочими вещами, менять ее на ходу и на 180 градусов, это, конечно, абсолютно неприличная мимикрия. То есть, не объясняя, почему, человек, значит, позавчера говорит о том, что вопрос решен, и не спрашивайте меня ни о чем, и через несколько дней он забирается на гору и говорит, да, конечно, я с вами будем защищать. Это не вызвало положительной реакции среди людей. Ну, то есть, чисто по-человечески, с точки зрения обыкновенной обывательской логики, это нехорошо. Не все еще прониклись необходимостью деприватизации соды. Очень многие критично относятся к тому, что, ну, вот, и были хозяева, станут другие хозяева, и логика такая, а нам-то все равно ничего не достанется. То есть, тут тоже положительного посыла очень немного. Есть, ну, люди, которые, вот, они, скажем так, апологеты вообще о государствовании всего и вся, и считают, что надо забрать все государство. Ну, есть такая категория людей, это, скорее, там, ядерный электорат КПРФ, да, который говорит, что вот, когда все государственно, это очень хорошо. То есть, говорить о серьезном подъеме рейтинга Хабирова, конечно, тут вообще не приходится. А вот о степени урона для его репутации, тут, конечно, надо размышлять, в том смысле, что это очень долговременный урон. Самое важное, урон для кого? Ну, урон для репутации, для его имиджа в лице населения. Я имею в виду рейтинг Хабирова в обществе или рейтинг Хабирова где-то там, на верхах? То есть, как к нему относится? А это очень разные вещи, в том смысле, что, ну, в Кремле, конечно, там все в ужасе, потому что, ну, подобные, модус операнди для губернатора, это недопустимая вещь, то есть, совершенно, то есть, тут был явлено миру абсолютный непрофессионализм, неспособность решать сложную проблему, то есть, последовательно и организованно, то есть, в первую очередь, была явлена неспособность проанализировать последствия, возможные последствия. Значит, это, конечно, там однозначно, это черная отметка. А в глазах вот избирателей, в глазах населения, конечно, ну, Хабиров, там, с такой вот обывательской точки зрения, предстал человеком нерешительным, слабым, с какими-то неопределенными представлениями, готовым менять свое мнение, там, на ходу, под давлением. Ну, то есть, это всегда общественным мнением не поощряется, вот такие вещи. То есть, есть такие, как бы, закономерности восприятия, да, то есть, ну, а скорее здесь, конечно, в минус, чем в плюс это все. А вот та самая черная метка в глазах властителей, так скажем, высшего чина, она во что может вылиться? Вероятнее всего, ни во что сейчас. То есть, это всего лишь формирование представления о человеке, как вот, кем он на самом деле является. То есть, ну, во многом Хабиров для кремлевских чиновников был, ну, таким, ну, он, конечно, там был вхож и работал в администрации президента, но как губернатор он был абсолютно непонятен для людей, то есть, на что он способен, что он может. И вот сейчас вот эти события последних двух лет, они показывают, вот, на что способен Хабиров как губернатор. Вот сейчас никаких последствий, может быть, потом? Нет, они, безусловно, будут, эти последствия. То есть, сейчас просто существуют еще некие определенные циклы. Значит, вот, сейчас мы входим в цикл избирательной кампании 2021 года в Государственную Думу. Менять сейчас губернатора, ну, если мы об этом говорим, да, то есть, вот, вчера у меня на стриме были одни вопросы о том, что там, сколько осталось там дней Хабирова. Я всех успокаивал, что много, не волнуйтесь, да, и Хабиров остается. Конечно, его, ну, не то, что до 2021 года не снимут, а даже, скорее всего, до начала 2022 года не зайдет речи о смене губернатора, если что-то там такое существенное не случится. То есть, выборы Госдумы, это серьезное мероприятие, менять вот за год до выборов в Госдуму губернатора, наверное, никто не будет, если чего-то уж совсем экстраординарного не стрясется. Но вот эта вот отметка о том, что человек не справился с этой ситуацией, конечно, она там стоит, безусловно. Хорошо, а вот что касается, кстати, слов Ростислава Мурзагулова, хотел бы сюда вернуться, мы там затронули ваххабистов, террористов, наркоманов, ну, и так далее, там можно долго довольно перечислять. Персонально ваш сегодня политтехнолог Андрей Патылицын. Андрей, мы с вами до выпуска новостей федерального начали говорить о ваххабистах на горе. Это такая тема сейчас популярная, да. Вот скажите, были там ваххабисты на Куштау или нет? Мы же можем предположить, вдруг были. Давайте так рассуждать. Вот смотрите, люди, там, приверженцы разных каких-то идей, идеологий, каких-то сообществ, да, они все ходят в булочную, и там покупают хлеб, да. То есть мусульмане, христиане, ваххабиты, сунниты, шииты, значит, и прочие, да, неформалы ходят и покупают хлеб. Говорить о том, что в булочной происходит скопление ваххабитов, там, или, там, христианских экстремистов, или, не знаю, еще кого-то, наверное, глупо, да. То есть вот Куштау стала вот этой булочной, которая собрала людей совершенно по другому принципу и интересам, значит, а не по религиозным и не по идеологическим. Это точно то, что я наблюдал, и то, что я видел, и то, что, там, ну, из бесед, из разговоров, из всех этих переписок. То есть люди туда приезжали и подключались к этим событиям не потому, что они, например, там, верят в Магомета, Христа, Будду, или, там, в Бога Макарон, да. То есть совершенно по другому принципу. И вот попытка выделить среди них людей какого-то цвета, то есть вот эти вот с бородами, они неправильные люди, да. То есть, а что, люди с бородами по-другому защищали Куштау, что ли? Ну, то есть с бородой и без бороды. Два вот человека, да, вот, который с бородой, он плохо защищал Куштау, неправильно. А тот, который без бороды, правильно защищал Куштау. Вот таким образом примерно Хабиров разделил людей, когда он организовал вот эти пресловутые встречи с защитниками. Вы знаете, мне кажется, там не совсем такая логика. Дело же в том, что они утверждали, будто бы эти ваххабиты, они радикализируют протест. Безусловно. Нет, теперь мы перейдем к вопросу, зачем. Зачем нужно было выделять в булочные людей с бородой и без бороды, да? Для того, чтобы, значит, в целом дискредитировать булочную. Понимаете, да? То есть в эту булочную ходят только ваххабиты. Не ходите в нее хорошие и честные люди, это плохая булочная. Примерно такая логика была Мурзагулова. Он попытался выставить людей, которые защищают Куштау, какими-то демонами, значит, попытался демонизировать и вызвать негативную реакцию у населения. Ну, например, у той части населения, которая работает на БСК, и вообще у сторонних наблюдателей. Значит, что вот этим занимаются именно какие-то странные религиозные фанатики, ваххабиты, там, шииты, суниты или кто бы они ни были. Значит, они вот... Это, ну, такой достаточно классический, старинный, времен Рахимова, такой, значит, политтехнологический прием, который, собственно, ну, ничего иного Ростислав Равкатович, собственно, и не умеет. Он перестал этим заниматься много лет назад, и, вернувшись вот сейчас на эту позицию, он, ну, использует те навыки, какие у него есть, да, там, образца 2008-го, 2009-го, там, максимум, 2010-го года. Соответственно, это для чего? Это почему так было сделано? А на самом деле, как было, ну, мне представляется, что действительно были очень разные люди на горе, очень разные, и по национальному признаку, и по возрастному признаку, и по социальному положению. Значит, это были абсолютно разные, то есть это был некий срез общества, значит, который показывал то, что объединяет их иная идея, не религиозная, не экономическая, и даже не политическая идея. Хотя, конечно, тут очень тонкая грань между вот этим вот конфликтом, тут и политика какая-то все равно присутствует. Но точно никакой религиозной составляющей в этом не было. То есть была культурная составляющая, возможно, да, то есть то, что, ну, люди, многие считают, что вот эти горы, они несут определенную ценность с точки зрения, там, исторической, там, культурной какой-то, национальной и так далее, да, но никак не религиозной. Так что говорить о ваховитах как движущей силе вот этих вот защитников Куштау, это по меньшей мере глупость, но, скорее всего, подлость. Вот я бы так это сформулировал. А скажите, действия Мурзагулова и вообще вот эта вся государственная риторика, она могла ли создать почву для того, чтобы этот протест политизировался? Не думаю. Нет, целью точно так, это целью не было, безусловно, для Мурзагулова, но у него была задача нивелировать этот протест. У него была задача его свести к какому-то такому маргинальному уровню, чтобы, ну, у людей есть определенное самоуважение, да, то есть, ну, у каждого свой уровень, конечно, но есть какая-то средняя медианная величина, когда люди, ниже которого не опускаются, они говорят, ну, как, ну, мы не можем примкнуть там вот к какой-то маргинальной группе, да. То есть, ну, он мог бы сказать, что это там сплошные алкоголики, да, то есть, это вот там наркоманы там, да, или там педофилы защищают гору Куштау. То есть, это тоже бы, ну, примерно с той же целью можно было сделать, да, сказать, это вот сообщество педофилов защищает гору Куштау, да, то есть, ну, неужели вы, приличные люди, присоединитесь к такому страшному сообществу? Ну, Мурзагулов выбрал ваххабитов, ему так было удобно, может, это ему там ближе, еще что-то. Но, еще раз повторю, целью и задачей была именно дискредитация этого движения. Понятно, да, это, но, мне кажется, именно вот подобные действия привели к политизации, то есть, не по их желанию, а вообще, в принципе, вы не думаете? Ну, я не обнаружил там ни одного политического движения, кроме участников штаба Навального, значит, который, ну, четко выраженная политическая сила, то есть, ни одной партии политической с какими-то своими собственными лозунгами или флагами, или еще чем-то, я не видел. Я видел только два флага, башкирские и российские. Вот это была большая ошибка со стороны БСК, когда они, ну, вот, вывели своих людей, условно говоря, свои вот эти вот, в кавычках, войска с российскими флагами при преобладании башкирских флагов на горе, это, ну, дало очень нехорошую картинку в плане, ну, противостояния вот этих двух флагов, да. То есть, это, конечно, очень не здорово выглядело, но, повторю, какой-то отчетливой политизации процесса я не обнаружил. Если не считать, ну, как бы, ситуацию внутренней политики, условно говоря, да, то есть, если мы говорим о внутренней политике на горе, то, конечно, то есть, это столкновение двух политик, политики защитников и политики властей, на самом деле, которые хотели разработать эту гору, там, политики Хабирова и политики вот этих защитников. Ну, политикой можно называть все что угодно. Ну, смотрите, просто после этих протестов звучали лозунги, там, Хабирова в отставку, Мурзагулова в отставку, Абдрахманова в отставку, ну, и так далее. То есть, довольно, мне кажется, политические лозунги. Ну, это как сказать? Это требование в отношении политических фигур, ну, если мы это называем политикой туда, это политика, но это следствие той ситуации, которая там стряслась, да, то есть, ну, вот этот вот глава Ишамбайского района, который самолично командовал этими, значит, тетушками и боевиками, и сам принимал участие, то есть, он своими действиями показал, значит, ну, ну, вернее, дал повод для жителей Ишамбайского района Ишамбая, значит, требовать его отставки. Там, Мурзагулов своими словами, выступлениями, там, на эхе Москвы еще где-то дал почву к тому, чтобы люди потребовали его отставки, потому что он руководит, не потому что он плохой парень, он, наверное, хороший парень и поет звонко, но он руководит информационным блоком республики, а такой руководитель информационного блока населению не нужен. Вот вывод. А уж Хабирова в отставку, ну, это абсолютно эмоциональное требование, то есть, это требование, ну, как бы, вот изменение всего, если вы нам, ну, как бы, не удовлетворите наши требования. Это обычный эмоциональный посыл, но при любых протестах, да, то есть, либо вы нам оставляете гору, либо мы вас там, значит, будем увольнять, да, то есть, вот примерно так. То есть, повторюсь, да, это политические требования, потому что они в адрес политических фигур, но здесь не было никакой политической платформы под этими требованиями. Скажите, вот вы, как политтехнолог, убрали бы Абдрахманова сейчас или нет? Если вы были на месте ради Хабирова, допустим. Ну, если бы я был на месте ради Хабирова, упаси бог, значит, я бы рассудил с точки зрения чиновничьей логики и чиновничьего этикета, и чиновничьего кодекса, и да, конечно, его бы уволил, потому что он его нарушил сплошь и рядом. А почему он не увольняет его сейчас? Какой? Свой. А вот что значит свой для ради Хабирова? Мы помним, да, его высказывания про Мурдзагула, в том числе, на горе. Да, да, я очень хорошо помню, да. Нет, и не только, он не раз это все высказывал. Ну, я много раз цитировал Бенито Муссолини вот эту вот знаменитую фразу, да, своим все остальным законам. Таков принцип существования команды Хабирова, которая, на самом деле, она сформировалась и появилась задолго до того, как Хабиров пришел сюда в Уфу, второй раз пришел в Уфу. Это действительно принцип существования. Меня очень настораживает этот принцип существования, потому что он очень близок к принципам организованных преступных группировок. Вот эти принципы взаимоотношений внутри группы, значит, они противоречат, на самом деле, правильному выстраиванию государственной работы и государственной службы. То есть, там не должно быть своих и чужих, я уже об этом говорил, должен быть правильный чиновник и неправильный чиновник. Вот правильный чиновник, он выполняет все правила, все требования, выполняет свою работу, не крадет, ведет себя в соответствии с кодексом поведения чиновника и живет той жизнью, на которой он сам себя обрек, значит, вот этим тяжким бременем государственного служащего. А вот неправильный чиновник, это не свой. Если он вор, если он совершает ошибки, если эти ошибки повлекли за собой существенные последствия, то это плохой, неправильный чиновник, он вовсе не свой. И защищать его неправильно. Ему его нужно либо увольнять, либо наказывать еще как-то, может быть, даже сажать его в тюрьму, отдавать под следствия и так далее. Вот это называется государственная справедливость. А вот эти свои и не свои, кто станет своим? Вопрос ведь самый главный, который задает Хабирову в связи с этим. А нам-то они свои? Вот эти вот, ради Фаридовича, вот эти ваши свои, они для нас тоже родные или не очень? Вполне логичный вопрос. Нет, я вот не вторгаюсь в личную жизнь, да, то есть никогда людей. То есть у Ради Фаридовича наверняка есть друзья, да? Ну, помимо вот этих служебных отношений. Это очень хорошие люди или не очень хорошие люди? Разные люди, да, мне совершенно все равно, кто с ним жарит шашлыки во дворе, выпивают они или песни поют под гитару. Это замечательные личные отношения. Они никак не сказываются ни на моей жизни, ни на вашей жизни. Но когда взаимоотношения с людьми сказываются на жизни целого региона, да, когда он упорно содержит на этой должности вот этого Мурзогулова, который вот ведет информационную сферу республики куда-то там, к какой-то пропасти, вот это вызывает сомнения, вызывает насторожность. Разве он не понимает, что это пропасть? Мы обсуждаем сейчас интеллект Хабирова, а этого делать нельзя. Понимает, не понимает, мы не знаем. Откуда я знаю, что понимает Хабиров? Скажите, а вот такая риторика свой-чужой, она одобряется в Кремле или нет? Все-таки на местах вот именно в плане губернаторов, да? С формальной точки зрения, конечно, нет. То есть никакое кумовство никогда никем не... Ну, то есть давайте вещи своими именами называть. Это кумовство. То есть свой он родственник, там, друг, одноклассник, там, одногруппник. Мы видим много категорий вот этих своих, по крайней мере, здесь в Башкирии. Формально нет. Неформально подобное явление, конечно, во многом транслируется из Кремля. То есть у Путина тоже есть свой круг, у него тоже есть свой кооператив Озеро, у него тоже есть вот эти вот неприкасаемые друзья. Но надо отдать должное у Владимира Владимировича этих друзей существенно меньше, чем у Ради Фаридовича. Вот. И менее сложные связи задействованы в формировании вот этого вот круга своих для Путина. Соответственно, Ради Фаридовича в этом смысле здесь переплюнул своего патрона, свой идеал и немножко как-то уже, по-моему, злоупотребляет вот этой вот сущностью свой-несвой. Вот те самые протесты, которые мы увидели через несколько дней после Куштау, после 16 августа в Ишимбайе, когда сотни людей вышли напротив, на площадь напротив здания администрации района и потребовали отставки Абдрахманова. Вот скажите, я просто, когда видел эти кадры, это было удивительно для меня. В Башкирии, даже не в Уфе, в Ишимбае люди сотнями выходят на несанкционированные мероприятия. Там стоит полицейский с мегафоном и кричит, говорит, там, ну, в общем, стандартные фразы. Да, я видел это удивительно. Они никак не реагируют. То, что они отбили там этого и задержанного из машины полицейской. Раскачали полицейскую машину. Полиция отдала, а безропотно как-то, ну, я видел, конечно, что полиция напряжена очень. И, ну, по сути, они правильно поступили. То есть, их главная задача была не допустить там каких-то какой-то агрессии, столкновений. Меня тоже до глубины души это удивило, но объясняется это очень просто. Во-первых, инерции. То есть, вот эта эйфория победы на Куштау, она, естественно, не пройдет бесследно. То есть, как вот один мой подписчик задал вопрос на стриме, спросил, а вот как бы вот мы как бы в другой теперь давности живем. В определенном смысле да. Потому что до сего момента не было никакой уверенности, а более того, было абсолютно обреченное, значит, такое отношение к тому, что все бессмысленно, там, решение принято. Ну, то есть, и даже вот решение, которое утверждал Хабиров, там, он же много раз говорил, решение принято, обсуждать нечего, Куштау будет разрабатываться. То есть, это очень сильно давило на людей, то есть, и вот эти внутренние сомнения, они, конечно, преобладали, что, ну, что мы можем, да, мы вот там, пойдем, нас изрубят палками там и прочее, да. Вот пошли и не изрубили, да. И вот это, конечно, перевернуло сознание, и вот и Шимбайская вот эта история, она, конечно, 100% производная вот Куштау. Ну, тем более, что вот этот глава так себя вел на этом склоне, это же вот пошло как цепная реакция. А потом стал Обзелиловский район и так далее. А вот эта производная реакция только Куштау, не Минска и Хабаровска или Шиеса? Ну, конечно, все это вместе, конечно, да, то есть, все вспомнили Шиес, все знают, что происходит сейчас в Хабаровске, многие там знают, что происходит в Минске. Конечно, общая атмосфера, ну, вот какого-то внутреннего кризиса, она присутствует, но все равно каждый решает сам для себя, да, то есть, выходить ему на площадь перед администрацией Шимбайского района или не выходить, да. То есть, люди знают, что это несанкционированное мероприятие, еще и полиция в Мегафон об этом рассказывает. То есть, это, конечно, такой, ну, серьезный шаг для людей. И если люди переступают вот этот порог, да, это говорит о том, что у них, во-первых, ну, кончилось терпение, а во-вторых, они предполагают, что это имеет смысл. То есть, тут есть два критерия, то есть, если человек, ну, даже если у него кончилось терпение, но он знает, что это бессмысленно, он не будет этого делать. То есть, люди в основной своей массе разумны, хотя бы с практической точки зрения. То есть, соответственно, вот здесь в Шимбайе мы наблюдали картину, когда люди вышли с твердым намерением добиться результата. То есть, они хотели отставки этого главы, они требовали, причем очень настойчиво. Предлагаю перейти к обсуждению сделок тех самых, о которых говорил Ради Хабиров 2007-2013 годов. Вот как вы их оцениваете, действительно ли они могли быть вот такие незаконные или все там было в порядке? Ну, сейчас начались разговоры о хронологии, да, Хабиров настаивает, что это 7-13, но в таком случае он попадает в число, значит, как минимум свидетелей этого события, потому что он трудился в администрации президента Рахимова в это время, и точно мимо него не проходили подобного масштаба процесса. Он должен быть как бы опрошен и допрошен и так далее. Во-вторых, ну, а то, что касается сделки 10-13 года, ну, я был непосредственным свидетелем, я в это время работал в администрации президента, и, соответственно, как бы при мне все это происходило, я видел, как это происходит. Меня всегда смущала некая оголтелость, настойчивость и поспешность Хамитова, который принимал решение вот по этому слиянию. Я лично с ним беседовал пару раз на эту тему, и даже как-то в очень такой острой форме он, ну, как бы, вот, он прямо с пеной у рта утверждал, что вот это слияние, оно неимоверно выгодно для республики. Меня это тогда смущало, потому что не было аргументации вот на цифрах. Как выяснилось впоследствии, ну, вот, видимо, не напрасно не было вот этой аргументации, потому что, ну, вот, сейчас уже идет разговор о том, что актив сода стоил существенно дороже, чем актив каустик, и что часть актива соды были учтены в бухгалтерской отчетности каустика, дабы увеличить его, там, капитализацию в момент слияния и так далее, и так далее. Это очень сложные, на самом деле, формулы и процессы. Но давайте смотреть на вещи трезво. Когда происходило это слияние? Сделка длилась три года. Совершалось три года. Прошло огромное количество экспертных исследований этой сделки. Значит, в том числе и правоохранительными органами, и Федеральной антимонопольной службы, и МЗИО, значит, Министерство земельных и мышечных отношений. Я не удивлюсь, ну, я не был там глубоко погружен в документальный оборот по этой сделке, но я не удивлюсь, что и федеральные некие, значит, структуры были задействованы, ну, то есть, в части одобрения, значит, и санкционирования вот этих вещей. Десятки людей поставили свои подписи на этих документах, ну, а самое главное, весь Совет директоров, который на тот момент был у СОДы, единогласно проголосовал за вот эту вот, за эту сделку, да, там у нас Спартак Галевич Ахметов, там у нас, значит, уважаемый депутат Государственной Думы Изотов, ныне депутат Государственной Думы Изотов, и многие-многие-многие, там, по-моему, 10 человек, это вот Совет директоров СОДы. Как сейчас это все откатывать назад, опровергать юридическую, ну, то есть, сейчас пока это выглядит так, что некая непоименованная группа злодеев под покровом ночи, значит, похитила актив размером, там, в 34, 40 или 75 или 100 миллиардов рублей, пока еще до конца не решили, значит, и нанесла какой-то существенный ущерб по собственнику в лице государства. Но это ведь они не мешок, сено через забор перебросили, да, в десятером. Вот огромное количество людей участвовало в организации этой сделки. Как сейчас это будут все откатывать, это большой вопрос. Еще один важный вопрос возникнет, наверняка возникнет к администрации уже Хабирова сейчас. Кто и как этой преступной группировке выписал разрешение на Куштау, на разработку Куштау? Прошло ли это мимо главы региона, или он был участником этого процесса, де юре, де факто, там, с подписями и документами? Это очень важный вопрос, его нужно задать. Потому что этот круг злодеев, он ведь, может быть, он же мог меняться от 13-го года, например, к 20-му, да, ведь? То есть, в преступные сообщества вовлекаются, некоторые участники исчезают из него, появляются другие, да, и так далее. То есть, добросовестное следствие должно проследить весь генезис этого преступного сообщества, коль скоро оно вообще-то задекларировано и существует. Это будет очень увлекательная история, то есть, она будет очень сложной. Тут наверняка мы увидим и суд, высокий лондонский суд будет к этому делу подключен, потому что тут кипрские юрисдикции есть и так далее. То есть, ну, я думаю, что это то, что будет происходить вот сейчас по забору, отбору, отъему соды существенно более грандиозная история, чем защита Куштау, как бы это грустно ни звучало. Вы знаете, некоторые телеграм-каналы на протяжении этих дней писали, что необходимо, значит, как-то там бояться Рустему Хамитову, потому что он может быть ключевой фигурой якобы... Это безусловно так. Вот стоит ему бояться? Да, конечно. То есть, ему стоит бояться только в случае, если, смотря в каком контексте, значит, прозвучали указания Путина. Мы не знаем, что он на самом деле указал правоохранителям, ну, кроме того, что он сказал в публичном пространстве. Значит, насколько кровавыми должны быть вот эти вот разборки и, значит, переразделы имущества, насколько будет сильным сопротивление собственников, настоящих собственников, да, ну, в смысле настоящих в настоящий момент, я имею в виду. И все зависит от этого. Если Путин дал указание, значит, там, посадить, разгромить, уничтожить и, там, до основания, а затем, то, конечно, Хамитову точно есть чего опасаться. Потому что в конечном итоге эта сделка в любом случае курировалась им полностью. Он был ее главным апологетом. Несмотря на то, что там стоят подписи и Лимбетова, и, значит, даже Нагуманов там в этой сделке присутствует, значит, очень многие. Но Хамитов там главный, это безусловно. А в результате республика получит свою долю или вот как с башнефти произойдет 25%? Вот тут мы возвращаемся к началу нашего разговора, насколько, как Кремль оценил роль Хабирова и вообще его способности к этим вещам. Что-то мне подсказывает, что Кремль не доверит такую дорогую корову Хабирову в управление, в руководство. Кремль уже достаточно внимательно присмотрелся к окружению Хабирова. Он понимает, что сейчас начнется туда проникновение всяких, значит, кланов и содружеств. Я думаю, что правильным и конструктивным решением будет оставить управление этого комбината в федеральных руках. Но в таком случае шиханы, они остались в покое в итоге? Или все-таки может быть угроза? Я всегда говорил, всегда считал, что отказ от поиска иных источников сырья, это всего лишь игра соды и игра на больших деньгах. Собственно, тут жадность фрая разгубила. В том смысле, что они бы могли спокойно осваивать плечо 100-120 километров. Да, конечно, пришлось бы потерять там несколько миллиардов рублей. Не то, что потерять, а вложить. Но здесь было дармовое, чистейшее сырье буквально под боком, и они хотели реализовать. Ну, началось же все с Таратау. Так ведь это еще ближе. То есть, я думаю, что горы точно разрабатывать не будут, кто бы не стал собственником. И кому бы впоследствии, например, не продали этот завод, а его все равно продадут федералы. То есть, не сейчас, так через лет пять. Я думаю, что будет найдено, здесь полно источников этого сырья, будет найдено оптимальное решение. Ну, в крайнем случае, какую-нибудь госпрограмму включат и помогут соде построить дорогу. То есть, кстати, я вот говорил давно об этом, что это было бы одно из решений. То есть, оптимальное вот тогда, когда еще звучало слово компромисс. Вот тогда можно было дать немножко денег из федерального бюджета, построить какие-нибудь транспортные решения, и возить эту соду там, значит, или там доставлять ее какими-нибудь вагонетками. Андрей, заключительный вопрос. Вот мы видим, что вся эта ситуация появилась из-за сначала незначительного протестного движения вот этих местных жителей, потом оно разрослось до огромных масштабов. Мы можем говорить сейчас, что в России действительно формируется то же самое гражданское общество? Что у людей понимание возникает, самое важное? С определенной мерой осторожности можем. В общем, понимание пока не появилось, есть инстинктивная потребность. Вот сейчас появляется такая штука, как ощущение того, что людям чего-то не хватает в обществе, вот в этом мире, который называется русский мир, да? У нас есть все, армия, флот, значит, ядерное вооружение, значит, есть там, значит, Рогозин, а вот чего-то не хватает. И вот нам не хватает именно вот этого гражданского общества, негосударственного механизма внутри общества, и вот эта потребность, это уже хорошо. Потом придет осознание, как это организовывается, как это работает, произойдут какие-то ошибки, какие-то действия, ну, неизбежно оно возникнет. Но мы сейчас видим историю с русско-медной компанией, в том числе, да, с словацким месторождением. Ну, эти попали под раздачу, они попали, как сказать, под инерцию вот этого события. Посмотрим, вот хватит ли здесь искусства общения и разобщения для того, чтобы вот эту погасить историю. Может быть, они попадут вот в эту инерцию, в эту волну под это пламя, может быть, они найдут какие-то решения, тут зависит. Если этим будут заниматься какие-нибудь Мурзагуловы, Бодрановы, то, конечно, они обречены. Персонально ваш сегодня был политтехнолог Андрей Пателицын. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Спасибо большое за эфир и до свидания. Спасибо, до свидания.